Доброе утро! Мы продолжаем разговор о том, как жить без дыма. И сегодня я хочу рассказать вам о тех изменениях, которые происходят в настроении человека, о тех эмоциях и переживаниях, которые связаны с отказом от сигарет. Несомненно, отказ от курения это своего рода утрата, это изменение, которое нужно пережить и к которому нужно даже привыкнуть. Одна из основных стадий, которая связана с этим переживанием утраты, называется отрицание. В момент переживания этой стадии отрицания у человека в голове происходит примерно следующее. Кто сказал, что мне нужно бросать курить? Почему я должен бросить? Вообще у меня все в порядке, нет никаких серьезных заболеваний. И в голове постоянно идут такие мысли, зачем я бросил курить? В принципе, мне это сейчас не нужно. И вообще сейчас неподходящая ситуация для того, чтобы бросить курить. Курильщик не просто сомневается в том, что ему нужно бросить курить. Он сомневается в том, что это нужно сделать именно сейчас. Он ищет всевозможные поводы для того, чтобы отказаться от своего намерения. Очень важно в этот момент вспомнить ваш главный мотив. Почему и для чего вы решили отказаться от курения? Помните, что ваш мотив – это самое лучшее средство против всяческих отрицаний и мыслей в вашей голове. Еще одна достаточно распространенная стадия, связанная с переживанием – это гнев. У человека повышается раздражительность, появляется нервозность, какая-то озлобленность, происходит нарушение сна. И в целом человек говорит так, что «я сам не узнаю себя, что со мной происходит». На самом деле это естественное переживание, также связанное с периодом отказа от курения. Поверьте, что так будет не всегда. И эти ваши негативные эмоции, неприятные эмоции, я бы так же сказала, их можно и нужно пережить. Не нужно прятать их внутри себя, но и выражая их, нужно быть предельно осторожным. Лучший способ для того, чтобы выплеснуть весь свой негатив – это физическая нагрузка. Поверьте мне, если вы в момент отказа от курения добавите ежедневно 30 минут физической нагрузки, то вы увидите, как много энергии и сил появится у вас. Вы увидите, как к вам придет бодрость, как к вам придет лучшее настроение и самочувствие, а весь негатив, который накапливается, он просто уйдет вместе с физической нагрузкой. Женщины, вспомните о том, каким способом вы дома, худели, стройнели, каким способом вы проявляли свою активность. Найдите коврик для йоги, уберите всю одежду с беговой дорожки. Мужчины, найдите запылившиеся гантели, которые давно ждут вас под шкафом. Найдите свой способ физической нагрузки, который будет вам по душе, который будет вам приятен. Не нужно перегружать себя. Напротив, физическая нагрузка должна быть вам в удовольствие. Пусть она заберет все негативные эмоции и принесет вам положительный настрой. Отказ от курения связан с различными эмоциями. Это и воодушевление, и радость от того, что вы, наконец-то, свободны от никотина. И неприятные эмоции, связанные с периодом отмены и синдромом, который переживают курильщики. Это потери, это утрата, это беспокойство, что чего-то не хватает в жизни. Но я уверена, каждый из вас понимает, жизнь без сигарет не останавливается. Она продолжается, и она наполняется новыми яркими красками. Я желаю вам стать по-настоящему счастливыми в жизни без дыма.